Тушенки, русская тушенка за 150 рублей, магнитовская. Ну вот смотрите, там есть жир, есть мясо, есть такая подливка. Но она стоит 150. Давайте сейчас попробуем. Вот эта белорусская, она стоит около 100 рублей. Ну я ее немножко подполью, конечно. Но это не специально. Сейчас попробую открыть. Горячий еще. Ой, все, открыли. Ну а здесь уже все растаяло. Давайте посмотрим. Ну есть жир и есть мясо, смотрите. Ну пока я предпочтение отблю белорусскую, смотрите сколько мяса. То есть она уже разогретая, жир разогрелся. И мясо просто вон одни волокна. Вообще шикарно. Давайте сейчас выложим и сравним. И при этом эта говядина, говядина за 100 рублей, это просто, ну это просто шик и огонь. Смотрите сколько мяса в одной белорусской. И это 100 рублей всего-то. Прям белорусский походный рай. И вот, 30 до 20 копеек стоит. Ну а это свинина. Ну здесь... Так, сейчас я жир вымяну, сразу делаем микс. Ну здесь я вот вижу, что мясо сразу намного меньше. Но оно тоже есть, как бы. Ну просто разница, значит, в 25% довольно-таки ощутимая. Давайте сейчас все выложу, просто не помещается. Одну струнку. Вот такой немного странный обзор получается. Неподготовленный. Ну белорусское прям столько мяса было. Говяжьего мяса. Не свиного. Вот смотрите, это я белорусскую беру. Вот одна говядинка. Ну вот шуршит. Ну короче, белорусское выигрывает вообще просто. По всем параметрам. Начинают с цены, кончая количеством просто говядины. Короче, я забила русскую. Вот за это, за 3 рубля 20 с чем-то копеек. Сто из ста. С русской вообще я не знаю, сколько сравнить даже. У нас даже в России, которые дорогие тушенки, они вот просто рядом с этими стоят. КОНЕЦ